Продолжение следует... От тех, кто смотрит нас в режиме вебинара, мы просим писать вопросы, чтобы мы смогли их передать нашим спикерам, и вы получили ответы. А мы сейчас послушаем нашего следующего прекрасного гостя. Его зовут Константин. Он приехал к нам из Берлина. Из Брюсселя. Из Брюсселя, извините, пожалуйста. Да, из Брюсселя. Два прекрасных города легко перепутать. Я думаю, что вы расскажете о себе лучше, чем расскажу о вас я, поэтому я могу только сказать, что это Константин, что это Академия ЦИСКО, а все остальное я дам вам. Павел, приветствую вам. Спасибо. Здравствуйте. Я, Константин Лаксин, работаю сейчас в Брюсселе компании ЦИСКО Системс. Сотрудник компании и департамент ЦИСКО, так, если вы слышали, я являюсь лидером команды в направлении контакт-центров. Наверное, все вы пользовались контакт-центрами, когда звонили в банк, набирали там свой номер с карты, и вам в ответ говорили, здравствуйте, Иван Иванович, чем я могу подмочь, Федор Петрович, и так далее. Немножко расскажу о себе. Когда я начинал свою карьеру, я в большей степени смотрел, чем я могу воспользоваться в той компании, где я работаю, какие знания я могу получить, и свою зарплату, собственно, спускал на то, чтобы получать сертификацию, обучение, обучался в специалисте, по-моему, даже. Да, это ты! И в какой-то момент выполняю какие-то проекты в одном буквном интеграторе JetInfo Systems, и я просто такими контактами, я узнал о том, что ЦИСКО системы ищут людей в Брюсселе, я поотправил резюме, туда попал. Сейчас я уже там работаю 6 лет, и хочу немножко побольше рассказать, какие техникул-сервисы, что мы представляем нашим клиентам. Это меньше, наверное, затрагивает вопрос программирования больше сервиса. Например, advanced services мы занимаемся тем, что имплементации проектов, то есть они берут проект, приезжают к клиенту, работают, устанавливают, издают, пишут документацию, разрабатывают, пишут какие-то задачи, выполняют какие-то задачи по перенастройке сети и так далее и тому подобное. Техникул-сервис – это то, где я работаю сейчас. Человек должен быть именно профессионалом, экспертом той технологии, где он работает, то ли это контакт-центр, голосовой оси РАПИ, телефонное решение, то ли это раутинг, свитчинг и так далее. Это, может быть, технология Wi-Fi. От сотрудника этого центра требуются глубокие знания продуктов, умение решать какие-то вопросы в сети клиентов и общаться, конечно же, с клиентами. И Cloud Management Service – это больше сотрудники, которые выполняют повседневные IT-задачи у наших клиентов. То есть этим сотрудникам уделяется, закрепляется один-два клиента, и он знает все о этой сети, об этом клиенте. Какие у нас есть программы для соискателей, больше для соискателей, которые заканчивают университеты сейчас или закончились совсем недавно? Это ЦИСК-инкубатор. Мы представлены в основном в двух городах Европы – это Украина и Брюссель. Можно подключаться через Мадрид, Виссабон, Киев или виртуально из любой точки Европы. Что требуется, чтобы попасть туда? Надо знать английский язык. Маст. Да, желательно, чтобы вы были студентом последнего курса или недавно выпустились. Для специалистов, которые уже давно работают, есть позиции для тех, кто уже давно работает тоже. Нужно базовое знание сетей, и вы должны хотеть учиться. Это касается всех. Для того, чтобы попасть в ЦИСК-инкубатор, вам надо отправить свое резюме, пройти интервью, попасть на специальный день, когда вас будут 100-200 человек отбирать, 20-30, и попасть уже в компанию ЦИСК и работать с интерном, а потом уже получить позицию внутри компании. На этом слайде представлена фотография всех наших, всех моих уже коллег, которые были в этом году, в сентябре 2016 года, приняли в эту программу. Это оплачиваем? ЦИСК-инкубатор, мы все оплачиваем. То есть, если вы подходите нам, для ЦИСК оплачивает визу вам рабочую, потому что это 6-7 месяцев, может быть, 8 даже, программа длится. И если вы успешно заканчиваете эту программу, вы уже... Программа вводит? От полугода до... От полугода она плачет или нет? Вам предоставляется живье, вам дают какие-то карманные расходы, и... Я не могу вам сказать, сколько... Это фулдей, правильно? Да, фулдей, вы работаете там и обучаете. В чем суть программы? То, что все вот эти люди прошли одни и те же курсы. Сначала они учились из университета, потом прошли New Higher Orientation Training. Это просто о компании в целом, какие есть департаменты и чем они занимаются. Более детально о сервисах, которые представляет компания ЦИСК-инкустейским своим клиентам. Тренинги по технологиям, углубленные по тем, которые вам интересны. За вами будет выделен один специалист, сотрудник ЦИСК, который будет вам помогать внедряться в компанию, изучать продукты, которые мы используем для вашей системы работы. Представляются тренинги по общению с клиентами, по презентациям и многие-многие другие. Вы будете участвовать в волонтерских каких-то проектах в том числе. Вам будут подсказывать, как развивать свою карьеру дальше внутри компании. Вы будете обрастать своими новыми контактами, не только вашими коллегами, которые вы будете в ЦИСК-системсе, но и также с кем вы будете работать и вне ЦИСКа, и в ЦИСКа в том числе. И, конечно же, мы вас поддерживаем в плане сертификации. Все, что вы захотите. Это все мы говорим, что вы можете сделать, попав к нам. А если вы хотите просто изучать ЦИСК, и у нас есть сайт Support Community на русском языке, где вы можете узнавать, какие-то решать свои вопросы, если у вас есть именно с оборудованием ЦИСКа какие-то. Задавать вопросы, мы будем на них и стараемся отвечать, мы, сотрудники в том числе. Вы можете участвовать в конкурсах. Конкурсы, если вы побеждаете в этих конкурсах, то вы получаете то ли оплату сертификационных экзаменов, либо вы попадаете на такое мероприятие ЦИСКоннект, форум ежегодный, то ли совершенно бесплатно. Ну и также вы можете подключаться к нашим веб-кастным техническим, которые там есть, ну или прослушать те материалы, которые уже записаны. Все на этом. Как минимум, причем каждый из них, сначала первая ступень, ты ее выучил, сдал первый сертификат, вторая ступень, выучил, сдал второй сертификат. И эти сертификаты принимают во всем мире. То есть это единый экзамен, который проводится во всех странах по единому стандарту, академии ЦИСК, она их принимает. И поэтому, допустим, получая сертификат здесь, специалист, который предъявляет этот сертификат в другой стране, будет принят с тем же уважением и с тем же доверием, как он бы сдавал на этот же сертификат. Например, у вас в Бюсси. Это я про то, что мы точно знаем, что мы готовим на наших курсах издачу этих экзаменов, поэтому все вот эти 12 сертификатов, которые предоставляет ЦИСК, и мы выдаем как раз благодаря вот этой академии ЦИСК, с которой активно сотрудничаем. Сколько уже, если вы учились в специалисте, сколько вы учились в специалисте? Я учился, наверное, в 2005-2004 году. Десять? Эксперимент еще раз. Дубль два. Можно? У меня такой вопрос по поводу сертификатов, о которых вы рассказали. Я точно знаю, что в Академии ЦИСК есть четкая пошаговая ступень сертификации, там CCN, CCNI, CCMP и так далее. И если человек сдает этот экзамен здесь, в России, он будет принят с тем же уважением и с тем же доверием к этому сертификату во всем мире, в том числе в штаб-квартире и в любой стране. Конечно, конечно, будет принят. Главный вопрос, что любой сертификации, это не только шилди, которые получают все мои знания. Знания самые важные, которые получают сертификации. А вы давно получали первый сертификат ЦИСК? Давно. Сколько лет? Десять, а где? В России. У нас, специалисты. Не знаю, могут точно сказать. Но если это Академия ЦИСК, тогда точно у нас, потому что мы с ЦИСК сотрудничаем. В 2004-м. Вполне возможно. У нас скоро юбилей. На данный момент я являюсь с ЦИСК. Это третья ступень. Да, эксперт. Третья ступень. Это очень здорово. Очень здорово. Кстати, по поводу сертификатов, если вы не знаете, то вот благодаря, в том числе, ЦИСК, которая завела этот разговор в министерстве на круглом старе, где присутствовал министр труда России три года назад, у нас в июле 17-го, 16-го года был принят закон об обязательной айтишной сертификации просто-да. То есть теперь у нас не только в других профессиях, но и в айти-профессиях, и инженерной профессии, в том числе ЦИСК, это сети, да, это инженерная история, есть жесткий профстандарт, где прописано, что, например, если у вас есть диплом, вы имеете там какой-то уровень, такой-то уровень реестра, допуска, и на такую-то зарплату можете присутствовать. Если у вас есть сертификаты, как, например, сертификат CCNA, да, мы берем там первый, да, то у вас уже другой уровень профессионализма, и он подтверждается не только трудовой книжкой и вашими прекрасными словами и честными глазами, но и официальной бумагой, которая имеет вес, потому что она зарегистрирована как государственный образец. Как центр, который готовит как раз на основании госакредитации, мы отлично знаем, что если курс подходит по профстандартам, это совершенно одна история, потому что после этого вы берете эту бумагу, идете к вашему чару и говорите, видите, у меня теперь сертификат есть, добавь мне зарплату, по закону мне положено. И чар действительно по закону должен на это обратить внимание. И вот это все началось как раз благодаря круглому столу, где присутствовали ребята из ЦИСК, из Академии ЦИСК России, которые рассказывали об удобстве вот этой сертификации «Единой мировой», который в том числе готовим он и кружес. Вопросы ваши, человеку, который закончил здесь много всего, стремился и учился и достиг звания эксперта в Брюсселе. У меня простой вопрос, конечно, на связи с качеством это неизвестный проект, но вот вы рассказываете сейчас, вот Аня, когда перед вами выступала, она все-таки сказала, что компания является пионером с электроном. Мы лидер среди производителя сетевого оборудования. Мы первые, кто создал раутеры, мы лидер по свечам, мы очень большой рынок отгрызли у Кьюлит Паркет, IBM в виртуализации. Мы один из лидеров в ОСЕРАПИ, именно, и открыли огромный рынок таких стран, как АВАИ и Нортел. Нортел, к сожалению, уже не существует. Мы его совсем загрызли. Это не мы, это АВАИ, кстати. Это лидер. Мы лидер среди телепрезенс, такого решения, как видеоконференция. Мы везде лидер. Если мы не лидер, то мы на втором позиции. Но линейка у нас покрывает абсолютно все. Еще одно хотел показать, если можно браузер вывести на экран. Как заплавиться к нам, потому что это будет проще показать. Надо зайти на сайт cisco.com, прокрутить вниз, как-то нам обрезает. Я думаю, мы сделаем так. Вы мне пришлете... На что нажать? Я сделаю скрин экрана. И вместе с записью всем обратно. Пойдем так. FindJobs.com Если мы говорим о той программе, о которой я рассказывал, Cisco Incubator, вы выбираете Cisco Incubator, и у вас, например, сразу высвечивается несколько программ, куда вы можете заплавиться. Это как раз Cisco Services, про то, что я вам сейчас рассказывал. Это для инженеров, также для соцсетов и так далее. Если... Еще вот какой вопрос. Вы же проходили, вы говорите, да, что вы проходили за движом, такую вот 6-7 месяцев процесса обучения. Это сейчас. Это сейчас. Вы как-то к этой программе относитесь, курируете, может быть, читаете там что-то? Мы, конечно, как сотрудник Cisco, любой человек, который хочет участвовать, как ментор, как человек, который делится своим опытом для вчерашних студентов, как интегрируется в компании, что изучить, какие-то технологии изучить. То есть мы будем рады всегда учить именно людей, которые хотят учиться, хотят изучать какие-то технологии, которые работают в течение речи талантов. Можно вопрос? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот дело вот в чем. Нужно иметь инженерное образование или программное инженеев тоже вам востребовано? Нам востребованы таланты. Что конкретно уже не так важно. Именно хардовая или... Мы хардовая компания, да. Да, но в наше время без программирования никуда. То есть мы, да, мы 5-6 лет назад мы читали логи, грубо говоря, по строчке в текстовом файле. Сейчас мы пишем какие-то тулзы, чтобы за нас читала программа, обеспечивала какие-то проблемы, чтобы это все доходило до автоматизма, и нам клиент передал логи, мы куда-то отправили их, и нам пришло сообщение, о, вот это ошибка. Мы делаем автоматизацию, поэтому если вы программист, пожалуйста, вы нам нужны тоже. А вы, ваше программное решение у вас внутри находится, тоже на вашем списке, базы данных, цеха, да, да, все у нас. То есть это не открытый код, это вы сами? Мы сами пишем. Да, товарищ. Я не знаю, я не знаю, о чем вы говорите, если честно. Скажите, а вот вы очень хорошо рассказали о цистской инкубаторе, а что насчет Синьера? Пожалуйста, сайт, если вам что-то нужно, вы ищите позиции открытые. Все открытые позиции, они постятся сюда. Сначала, да, они постятся сначала в интерну, то есть все, кто работает в Cisco, могут их видеть. Если никто не отвлекается, то они постятся сюда. И вы, как любой соискатель, можете не отвлекнуться в любой точке мира. Ну, это понятно. А как ваши HR-ы рассматривают резюме? Возможно, там, вот вы отправляете, да, они используются в течение двух недель, или они их откладывают до вас требования? Есть несколько вариантов. Есть некоторые позиции, которые предполагают, что туда придут местные люди. Например, это Cisco Sales. Они просто отличны, те, которые... Да, они отличны. То есть если это Sales, обычно это местные, которые... Да, если это технические позиции, то они предполагают перемещение людей, потому что мы... нам все равно, откуда вы. Если вы талант, вы хотите у нас работать, мы вас переведем. Мы вас поддерживаем с точки зрения визы, если надо. То есть у вас есть полный релокационный пакет? Да. А для того, чтобы подавать заявку, вы можете сначала что иметь в бэдрамте? Вы говорите, английский язык. Обязательно. Обязательно, обязательно английский язык. Например, на английском языке. Еще нужно удачу и желание. И удачу, наверное, найти то, что вам подходит на этом сайте. Ну и, конечно же, знание и желание у нас работать и учиться. Главное желание учиться. Как у вас конкретно согласились? То есть вы под окно отправили в рейтинге, да? Да. То есть вам что надо ответить, а дальше что будет? Смотрите. Смотрите, первое собеседование по телефону. Вам позвонит HR и будет спрашивать какие-то такие общие вопросы, знания. Обычно вы переходите на второе собеседование, когда уже вам не звонят, вас приглашают либо на видеоконференцию, если мы говорим о специалистах. То есть вы приезжаете в Москве, в Санкт-Петербурге, в любой точке России или мира. И вас уже собеседуются несколько часов специалисты, такие как я. Какие задачи дают? Да. А знание английского на каком этапе? На каком этапе проехали? На первом. То есть сразу звонят из ходу по-английски? И вам HR звонит не местно. Не российский, HR звонит глобально. Из той точки, в которой... То есть расходы отгрошивают? Конечно. Как вас зовут? Когда специалисты смотрели, на что вы отвлекаетесь. Когда я отвлекался на вакансию, если как поддерживать голосовые решения, меня спрашивали про колл-менеджер, если вы знаете, что это, это было шлюзы голосовые, про контакт-центр, потому что я тоже заявил, что я это знаю. И это длилось 4 часа. Вот собеседование? Собеседование, да. То есть это последний этап, да, дальше? А дальше, да, дальше... Врачи могли все делать? Да, дальше делали, отглашали сумму, которую меня готовы пригласить, делали, и это все. Было одно собеседование? Два. Два. У меня был HR, у меня был HR, потом у меня был телефон технический, потом видеоконференция техническая. А видеоконференция просто в Москве, наверное, не играющаяся? Четыре часа четыре человека. На виде экрана как-то? Ну да. Я сидел в Москве, там, где есть Брюссель, я поочередно общался с четырьмя человеками. Не одновременно? Не одновременно. Ну, скажите, а у вас реалокационный пакет, что поделать? Заходили... Ну, билеты, визы, это понятно, а реал, да. Смотрите, вы переезжаете в другую страну мира, да, там у вас виза, мы предоставляем все расходы по визе. Мы предоставляем первый, если это специалист, первый месяц оплаты от жилья, дальше помогаем вам найти свою квартиру, где вы готовы жить. То есть у вас какие-то специальные люди, которые работают в каком-то реалокационном департаменте, это соседние приятторы? Ну, вам помогают найти свою квартиру. И выживете уже, вы выживете в своей квартире. А то, что касается оформления документов и подачи заявлений на прю-карту? Вам делают разрешение на работу. То есть по этому разрешению на работу вы подаете уже документы на визу в консульстве, в той страну, куда вы хотите приехать. А какие-то ассистенты, они помогают, там, анкеты, вот все эти вот затраты? Любой дружбой поддержкой? У вас был образованный, насколько вы включили. МГТУ, МИБАУ, я закончил. ИУ-6, компьютерная система и сеть. А потом? А потом обучался на курсах. Специалисты? Тископедины, там, специалисты и специалисты, вообще это конкурент. Жизнь. Да, это жизнь. То есть сдавал сертификационные экзамены. В какой-то момент на меня обратили внимание, пригласили. Просто вы должны... Да, в внимании, да? Вы должны пройти собеседование на английском языке. То есть дополнительные, не грязь. Еще раз вопрос о роли сертификационных. В каком плане ролик играет при принятии решения вашего Ичарова, а все-таки пообщаться с, так сказать, с дизельниками? То есть это необходимое условие или обвинительное? Нет, это не необходимое условие. Это просто вам плюс под то, что этот человек, скорее всего, знает больше, чем сертификат. Вы его получили. Значит, вы знаете какую-то часть на каком-то уровне. Это значит, что мы вас первого пригласим, если вы, допустим, сессия на собеседование. Но это не значит, что мы вас пригласим на работу, потому что, может, он... Или вы забыли все, что вы сдавали? Если по программе инфрубатор, то там тоже такое собеседование? То есть по телефону потом... Нет, там немножко по-другому. Сначала вас по собеседованию по телефону. Если вы подходите, вы можете пройти вот это с первого собеседования по телефону. То вас уже приглашают обычно в Краков на несколько дней, где у вас будут какие-то программы, какие-то игры, в том числе проверить, насколько вы готовы учиться. То есть вам будут давать какое-то задание? Да. Ну, да, вы уже смотрят на вас как на человека и насколько вы готовы учиться. Даже знание не уходит на второй уровень, потому что мы готовы вас обучить. Мы готовы вас... Именно вы там как минимум на полгода живете, вам предоставляется квартира, вам платят какие-то деньги на то, чтобы вы хоть что-то могли есть. И мы вас обучаем. И мы всячески вас подталкиваем сдавать сертификационные экзамены в том числе. Если вдруг вы проходите, заканчиваете успешно эту программу, вы становитесь сотрудником СССР. Спасибо огромное. Спасибо. Вопрос... Да, пожалуйста. Я не могу... В каком году закончили? В 2006-м. А это уже МГТУ. МГТУ. Вопрос в эту программу попасть не студентам вчерашним, а тем, кто меняет свою корею чейнджинг, да, профессию. Как первые шаги делать? Пожалуйста, попробуйте. То есть, ну, вот такие условия, что... Шансов мало, потому что я сколько не отправляла там в Американскую стажировку. Как раз там еще студенты, то есть, ну, у меня Грин-карты. То есть, я там, в Американке. Меня никогда не звали в Американке. Ну, попробуйте, я не могу ответить на данный вопрос, я могу спросить. Да, 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 вот там на моей презентации был мой имейл, напишите мне. На презентации тоже отправлюсь. Так что они все будут у нас. Вот, вот на имейл, напишите мне, я спрошу. У меня вопрос, как девушки знакомые, на то, чтобы есть знакомые, работают за рубежом, в паре рубежом, в вашей данной проблеме. Многие через знакомых попадают. То есть, где-то в России с кем-то пересекались, скажем, с какими-нибудь коучерами, да. А потом уже через вот эти связи, ну, только так попадают. Вот именно через, реально через... Вы знаете, я, да, я скажу честно, я узнал о том, что ищет людей в Брюсселе через своего знакомого, который работал в компании Cisco Systems на то время. Мы просто достаточно близко общались. Он мне сказал, вот ищет людей, хочешь попробовать? Почему нет? Отправил резюме, нажал кнопку Apply, дальше этот человек ничего не делал для меня. Я понимаю, я не думаю в разном опыте. Да, то есть все зависит... Если у вас есть знакомства какие-то, они могут вам сказать... На данный момент есть позиция. Да, вот нажми, то есть они могут вам сказать. Нажми сюда кнопку Apply. Дальше он уже ничего не может сделать. Все зависит от вас. Да, я могу сказать, что, например, если вы зайдете на сайт booking.com, там тоже есть позиции для программистов, как раз, большая специфика. Там очень много позиций в Амстердаме. Как говорится, ничто не мешает. Да, пожалуйста, посмотрите. Клопка, любая, Apply. А дальше как пойдет? Еще раз огромное спасибо. Спасибо вам. И мы приглашаем нашего третьего прекрасного участника. Дмитрий, прошу. Дмитрий приехал к нам из Вены. И он расскажет... Сначала он расскажет о себе. Дмитрий, несколько слов о том, где учились, что заканчивали, почему решили, работали здесь, почему ехали туда, в чем разница здесь, там. Давайте вот сюда, здесь вас будет лучше видно, слышно, вас слышат наши участники там. В принципе, профессия, я на самом деле инженер, не программист, по первому моему образованию. И будучи еще студентом, я решил ввести такую авантюру, не закончив первого здесь. Я подал документы в Венский университет, на специальность программирования. И так получилось, что то, что меня приняли, не закончив университет здесь, я уехал учиться туда. Ну, впоследствии я его и закончил. Пришлось, конечно, летать туда-обратно. На экзамены. На экзамены. На Венский университет платный, да, Платный? Венский университет платный. Собственно, я продолжал дальше учиться еще. То есть я полетел туда по студенческим видам. Это было, естественно, рискованно. Я бросил работу здесь, в голландской компании. Ну, и, естественно, найти работу там мне удалось не сразу. То есть я проходил собеседование, встретил много трудностей в первое время. И, конечно же, в первую очередь, самая большая трудность – это иностранные языки. То есть вы должны по умолчанию владеть английским и немецким. Ну, то есть в идеале, конечно же, в совершенстве. Ну, пришлось очень быстро, в общем, учиться. Да, предварительно, до того, как я уехал туда и закончил курсы специалистов. Шесть. Шесть плюс. Комплексный инфульс, который включает вверх все части веб-программирования. Получил международный сертификат, и, собственно говоря, у меня очень помог в дальнейшем. Ну, приятно слышите. Нашел веб-студию и буду повышенную строительство. То есть сейчас вы работаете в веб-студии в Вене. Да. И в веб-студии, насколько я понимаю, вы делаете сайт. Совершенно верно. В различном приложении. Приложаем. И продолжаете учиться в Венском университете на программирование. Кроме языка, английский, немецкий, совершенствия и сразу. Еще какие были, вот вы говорите сначала, сложности, но у вас получилось их пройти. Что были за сложности? Чем таким вы столкнулись там, чего не было здесь? Скоро честно, в веб-студии здесь я никогда не работал, в России. Не могу сравнивать именно в данном контексте, но на тот момент требовалось, помимо знания языков программирования, непосредственно с которыми нужно работать, еще пару дополнительных, и желательно еще ряд свойств человеческих нужно было иметь. В принципе, для веб-разработчиков было необходимо, как бэкэнд-разработчиков, необходимо было также иметь базовые знания фронт-энд-разработчиков. Их проверяли в теории, как-то спрашивали, какие задачи были? В теории. В теории и в задачи. И это было прям в уровне 70-х? В моем случае один. То есть вы пришли, и вам с собой поговорили с HR, и вам сразу дали задачи, как практически кейс, который надо было сделать. Да. Сложный? Можно это понравилось? Для меня был сложный на тот момент. Как вы выплатились? Удача, наверное, частично. Но вы шли на начальник? Да, на начальник. А как вы сказали? Вы написали резюме, где-то там на стадии с каким-то человеком? Да. И как вас позвали? Или вы писали сразу, что там будет? На тот момент, когда я отправлял резюме, естественно, язык я уже знал немецкий. И много оптиков было? Нет, нет, нет. У них, естественно, есть тоже приоритет отбора работников. И, в первую очередь, решающим фактором, естественно, является гражданство. То есть приоритеты стоят люди с европейским гражданством. Поэтому, ну, естественно, они, наверное, сразу с режима с 10-го, мне уже позвонили. То есть приоритеты с 10-го открытого месяца. С 10-го открытого месяца. Ну, сколько времени вы сказали? Месяца, наверное, три. Да. Обозрительно. Скажите, австрийские HR, они немножко отличаются от немецких. Они часто об основании, ну, они очень вежливые, если ты отправляешь открыт, как они отправляют в фидбэк. Вот. Они часто говорят, что вообще нет сейчас возможности взять иностранца в связи с какой-то государственной политикой. Это отговорка или действительно есть такая политика, которая проводится? Что отдается преференции, и там фирма обязана иметь разрешение на привлечение иностранных сотрудников? Ну, в первую очередь, это немножко неудобно иметь иностранных работников. И, наверное, это не отговорка, действительно, это так. И для компании нужно обоснование. Да, нужно какой-то дополнительный навык или что-то, чем вы выделяетесь с идеей. Куда же и в России, чтобы устроился иностранец, он должен доказать, что вам нужно взять. Какой-то дополнительный навык для облегчения вот это? Имеет в виду, что в России, например, для привлечения иностранцев фирма должна получить квоту от государства. Это определение определенных бумаг, да, определение мест, которые будут обращены иностранцам, да. И, по сути, фирме подается некоторая бумага от государства о том, что она имеет право на место четверых иностранцев. Как только у нее заканчивается вот это четвертое место, она уже пятого не может нанести. Есть ли такое сейчас важное? Нет, честно говоря, не могу ответить конкретный этот вопрос. Что-то такое про трансферное окно из футбола. Я знаю, что компаниям нужно заниматься этим вопросом. То есть им надо обосновывать, почему именно вы их подходите, а не кто-то другой себе описан паспорт. И не все компании желают этим заниматься, потому что это большая бюрократическая система и много всяких вопросов, которые надо решить. Большие компании, им проще это делать, потому что они занимаются какие-то лойеры, когда уже третья компания. А маленьким компаниям это реально сложно. То есть, да, согласен. На самом деле вопросов бюрократии больше. То есть для иностранного сотрудника, например, для сотрудника из России, нужно не только получить опробу по всех участках и так далее, то есть это делается до оператора? Нет, это делается вам оффер, а делается после этого, по крайней мере, в Cisco. В Cisco вопрос решается достаточно просто, и есть целая компания, которая занимается надеждой. Мы говорили о том, что вам в веб-студии здесь вы не работали, вы работали сразу там, поэтому сравнить, как работается здесь и как работается там, нет. Существует это нельзя. Но вы учились здесь и учились сейчас там. Как думаете, чем есть отличие? Чем отличается образовательный процесс в процессе, на выходе? Есть отличие? Отличие, безусловно, есть. В первую очередь, это, наверное, система оценки знаний. Она немного отличается от нашей. Ну и могу сказать, что программа в веб-студии университете конкретно в этом году постоянно меняется, постоянно меняют предметы, постоянно добавляют новые, то есть постоянно идет актуализирование учебного плана. И у нас это здесь не так интенсивно находится. То есть получается, что вы можете прийти в начале года, получить один список предметов, то есть определяется у меня произошло. Потом в середине года что-то в мире поменялось, компания под актуальность подобрала что-то другое, и с середины года вы уже... Вектор немножечко поменялся, и вы выучите уже там... И может получиться так, да, что некоторые предметы у вас просто сгожают. Как думаете, а что лучше? Это же база? Ну, по определенной ставить ответить на этот вопрос. Что-то лучше там, что-то уже здесь. Ну, по определенной ставить, наверное, нельзя. Разве просто порадим. Лучший микс. Микс, да. А у вас вопросов на профильные предметы? Только профильные. 90% профильных. Ну, то есть не так, как у нас? Нет, не расширено. То есть такой сфилософии у нас нет. У вас вичернен, да, учебник? Оно там не учебник, но гибкая. Да, но гибкая. То есть там можно будет предметы самому. То есть сама можно составлять расписание, подстраивать график под работу. А сколько вы, например, часов в неделю учились? Можно сделать и так, что это будет каждый день с утра до вечера можно сделать. Как угодно? Ну, у вас есть. Вот, чтобы совмещать с работой учебного. Ну, день. По 4-6 часов. Ну, 6 часов максимум. Есть, естественно, система стрима, то есть когда вы и в поезде можете открыть ноутбук и смотреть лекцию. В режиме реального времени или потом. То есть, в принципе, очень удобно. Обучение у вас на английском или на немецком? На немецком. И изначально тоже было на немецком? Все было изначально на немецком. А в работе вы используете только немецком? На немецком. Только немецком? Сколько лет? На три года. А вы, кстати, не сказали, в итоге челы все покорили? Нет, это осталось секретом. С хорошей стимулы двигаться дальше. А вот период адаптации. То переехали на немецком обучение, работы нет. Все это уже очень давило. Хотелось нам все бросить и вернуться обратно. Когда у вас останется чувство некомфортно? Дело в том, что я до этого работал в галактической компании. Постоянно было такое, что мне приходилось летать по три раза в неделю в Австрию. Поэтому я, в принципе, был частично адаптирован к этой стране. Поэтому больших проблем не спят. Но вы не жалели, не рады, что вы не так решили? Или поначалу все-таки было сложно? Было не поначалу, наверное, чуть-чуть попозже. В какой-то момент. Но в целом я не жалею. Еще есть вопросы? Работать вы в офисе? В офисе. Получается, что более дистанционно вы учитесь. Более дистанционно я учусь. В системе стрима открыли лекции. А вот полученные знания вам в работе как помогают? То, что вы университет получаете? Совершенно точно. Применяем. Более того, знания получены здесь. Здесь у меня тоже сыграли колоссальную роль. При приемлемой работе. При поступлении туда на работу или при поступлении туда на институт? На работу и частично мне помогло это учиться. Потому что, собственно, программирование было достаточно сложно. Естественно, с созданиями PHP, другие языки будут довольно проще. Если бы я это не знал. Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы себя нацеливаете в учебе, в основном на будущее с как веб-разработчиками? Или вы хотите куда-нибудь перейти с C++? Плюс, о чем в дальнейшем, да. Что-то более сложное и интересное. Более, как бы, это... Промышленное, я бы сказал. Более программирование контроллеров, вроде бы, что-то такое. Скажите, а у Васильевича, допустим, который еще работал в Западной Европе, в общем, я бы не так скажу. Как бы оптимально если бы нацеливаться на какую-то именно программирование? На какой отрасль программирования, на любом нет программирования, как более, так сказать, в самую широкую, многочисленную область? Или все-таки, в которой проще найти вакансии? И в том, что вы, например, тоже ориентировались на веб-разработку и, видимо, нашли работу по вакансии веб-разработчиками. И Вы считаете, если бы наиболее другой пошел Вашим путем, то Вы бы тоже порекомендовали искать именно веб-разработке? Ну, на начальном этапе, наверное, веб-разработка нам проще, поэтому, наверное, я бы советовал веб-разработку. Тем более, это вполне актуально по сей день остается и в ближайшем. И в будущем это будет оставаться, мне кажется, очень постребованным, поэтому веб-разработку, наверное. Какие сейчас Вы, например, джентльменский натворы? Какой уровень, то есть минимум, который нужен в веб-программировании? То есть необходимо знание фронтлендного языка, бакетного, то есть PHP, JavaScript или, я ошибаюсь, какие вот нужные языки знания? Ну, в первую очередь, это базовый набор PHP, JavaScript. Естественно, HTML, XML. Безусловно, это также нужно иметь знание ось представления сервера. Ага, хотя бы базовый. Также очень важно знать хотя бы поверхностные фреймворки, такие как Symfony, может быть, фреймворки, да, или библиотеки, jQuery, может быть, AngularJS. Они могут потребовать еще какие-то дополнительные знания, но, в принципе, основное это PHP, JavaScript. Понятно. Вы имеете в виду сервера или вы имели в виду Microsoft и все это сервера? Microsoft. Для этого нужно Linux. Это очень важно. Как пользоваться? А вообще, больше в ходу Linux или Windows? Вообще, эти любят Linux. Они любят Linux, да. То есть работа в командной строке, переменные среды, вот это вот все, да? Или этого имели в виду под словом сервер? То есть серверные сценарии, соответственно, чтобы запускать, необходимо всю вот эту вот начинку сервера знать, интерфейс. Ну, не обязательно все знать, но, опять же, базовое знание, представление. Понятно. А нужно знать вот сетевые технологии, допустим, вот эту вот вещь, как IP, маршрутизация, бингование. Предложение, безусловно, будет плюсом, но не обязательно для разработчика. А вы приложение тоже разрабатываете, да? Да. А на чем? Swift? Или Swift еще один? Swift пока еще не очень популярный. А на чем? Приложение. Ну, в основном, у тебя проработка. Китает на срок сколько? Три месяца. Три месяца. Игорь, еще вопрос. Вы сказали, что европейские компании, они больше ориентированы, убрать на работу лица вещи европейских и европейских и европейских, в связи с их, как бы, вот, с какой-то количественной накладкой, в связи с тем, что они должны обосновать предложения иностранных специалистов. Как вы думаете, какие могут быть, вот что является основанием для приглашения, например, какого-то из граждан России на работу, на работу в Европе, если РВД не видит только вашу идею. С вами еще и не принесли любые открытия, чтобы есть ваши идеи, и вот какие основания для того, чтобы вашу идею могут быть. Решающие, чтобы позвонили. Составить вот эти преимущества с точки зрения заводовой оптимизации. Слойный вопрос. Наверное, опыт работы. То есть, если вы пишете в своем видео, значительный опыт работы, это... Какой опыт работы считается значительным? Ну, в шесть лет, наверное, скажем, что это значит. А у вас, может быть, как и чар, что для вас является определяющим? Когда к вам приходят резюме фата и резюме от наших. Вы же российские? Да. Российские решения. Что является определяющим? Вот этому звоню, а этому нету. Ну, я согласна, что решение решения является опыт. И опыт не просто глобальный, сколько я там поработаю, а опыт работы на платформу, на... То есть нужно подробно расписать. В какой-то платформе работало столько там, что делать? Вот в этом работало сколько там, и что делать? Подробно, подробно, подробно. Слушайте, а я в своем ряде столкнулась с тем, что разные европейские страны имеют разные стандарты резюме. Например, британцы не любят фотографию. Немцы, наоборот, любят фотографию резюме. Для австритов есть какие-то такие особенные стандарты? Фотографию они любят, австритов это определенно точно. Красочный... Может быть, даже сами. Красочный шаблон в этой информации. Красивое оформление. Есть какой-то пакет, который будет достаточным для HR, без которого они будут рассматривать резюме, допустим. Мотивационное письмо, там несколько писем, копия диплома, там несколько писем с прошлой работы. Есть какой-то стандартный пакет, который HR всегда хочет, и если он не полный, то он не сможет. В моем случае я никаких дополнительных мотивационных писем не писал. В принципе, было достаточно норием. Но я знаю, что если был опыт работы в австрийской компании уже, то они очень любят... право на это? Нет, право на это. Да, да, да. То есть какой-то отзыв уже с предыдущего места работы. То есть это пакеты не по запросу, а сразу имеет смысл? Сразу, наверное, нет. Но по запросу, по требованию... Сказать, что есть резюме, вы можете их отправить. Карактеристика. С прошлого места работы тому. А, и вот такой вот еще вопрос. Некоторые советуют, когда ты отправляешь в иностранную компанию, в том числе в европейскую компанию, писать что-то вроде ready for blue card, документы готовые для подачи, есть полный пакет для blue card, для пументы, еще для чего-то. Как вот эту вот фразу... Просто я не нашла единого стандарта, да? Как эту фразу принято писать? Это может быть не совсем полный вопрос. Ну да, наверное, просто... Чтобы она сразу треклась HR, и он сразу видел ее. В принципе, в самом резюме нужно указать еще. Хуже не будет? Хуже не будет, да. Ну, то есть какого-то единого стандарта... Единого стандарта нет. Шаблана. Нет, да. То есть... Нет какой-то такой фразы, в результате которых у HR срабатывает лампочка, и он говорит, ну, тебе хорошо, я понял. Такого нет. Да, ну, в принципе, можно указать. Такие... Даже, наверное, нужно. Если, да, то... Стоит указать. Как это срабатывает... С конкретным HR неизвестно, но если указать, то хуже не будет. Дмитрий, спасибо огромное. Есть ли вопросы у наших слушателей по интернету? Опрежнение нет. Они слушают... Спасибо большое. Спасибо. И сейчас я представляю мою коллегу Светлану, которая занимается изучением, преподаванием английского языка для корпоративных университетов. И в том числе... Я думаю, что по вопросу, как пройти собеседование на английском, она расскажет много и хорошо. Добрый день всем. Меня действительно зовут Светлана. Я позволю себе сидеть, потому что думаю, что так будет чуть-чуть удобнее демонстрировать. Ну, у меня... Ну, это пара слов обо мне. Моя часть, она такая более прицельная, да, собственно, имеющая отношение к языку и касающаяся того, ну, каких-то таких элементарных знаний, да, такие небольшие такие guidelines, ориентации, которые вам понадобятся для того, чтобы начать вот процесс, собственно, рекрутирования самого себя в условиях, там, сотрудничества с зарубежной компанией, да, наверное, как многие рассматривают, идеальный вариант – это, собственно, работа там за рубежом, либо же в представительство зарубежной компании здесь, да, зачастую, собственно, процесс этот тоже протекает на английском языке. Ну, начать я хотела бы... Вот вы, как видите, здесь небольшой план. Ну, начать я хотела бы с того, чтобы задать вопрос очно присутствующим и тем, кто у нас присутствует в вебинаре, скажите, пожалуйста, помимо вот наших спикеров, сегодняшних, очевидно, имевших такой опыт и успешный при том, насколько, собственно, да, вот люди, собственно, действительно пробовали получить работу за рубежом, уже начинали процесс поиска на языке. Откликов практически нет, а когда есть отклик, я знаю, что я в Москве, так интересно, потому что я только недавно три года работаю в этой области, и никакой нелядности. Единственное, специалист, чтобы какие-то сложности туда испытывать. То есть я предполагаю, что если я была на миссии, было бы проще, было бы никогда. У меня было два совседания, оба раза это было по знакомству. А еще кого-нибудь? Ну так, по большому счету, да, скорее новички в этой области, вот в вебинаре я смотрю по-прежнему, нам тоже желающих ответить в этом отношении, чего-то нету. Хорошо, тогда, ну, я надеюсь, что это хоть и, наверное, довольно быстро у нас пройдет, но, тем не менее, будет тоже для всех полезно. Ну, собственно, с чего мы начинаем процесс любого трудоустройства. Естественно, мы используем резюме, составляем свое резюме. Ну, буквально несколько таких общих мест, которые, в общем-то, наверное, актуальны для любого, для любой специальности. Ну, вот в том числе для вашей, в том числе, да. Мы не делаем резюме очень большим, да. Вы понимаете, что HR работает с огромным количеством информации, которым присылают потенциальные соискатели, и никакого ни времени, ни возможности, ни желания просматривать огромные страницы чьих-то достижений у них просто нет. Поэтому старайтесь делать этот размер умеренным таким, чтобы вся важная информация максимально быстро выхватывалась, собственно, человеком, который на это резюме смотрит. Резюме должно быть сформулировано таким образом, чтобы компания была, как бы видела то, что она хочет видеть в своем успешном соискателе, да. Поэтому преимущественно все-таки, особенно если у вас много различного опыта, да, фильтруйте то, на чем вы хотите акцентировать внимание для данной конкретной компании, да, то есть делайте свое резюме, ну, таким кастомизированным для конкретной вакансии. Выигрышное оформление. Если вы просто загуглите картинки, да, со словом резюме, вы увидите огромное количество совершенно одинаковых этих темплетс, которые выглядят очень похоже. Опять же, желательно, чтобы ваше чем-то отличалось, даже на уровне структуры, на уровне layout. Пусть там будет картинка с другой стороны, пусть там как-то поиграйте с расположением списков, там, достижений, квалификаций и прочего. Пусть это бросается в глаза. Списки. Маркированные списки, опять же, да, вашего опыта, ваших сертификатов и прочего. Это бросается в глаза, это обращает на себя внимание и позволяет тут же выхватить HR-рекрутеру ту информацию, которая будет полезна для определения, насколько вы являетесь успешным кандидатом. Ну, более такой детальный момент, который имеет отношение к уже, собственно, языку. А зачастую люди, для которых английский не… ну, мы говорим, да, об оформлении резюме на английском, для которых он не является родным или, может быть, ну, скажем так, не является… они им еще пока не овладели на достаточно высоком уровне, грешат использованием большого количества очень общих таких выражений, да, там, типа «worked», «performed», «coordinated». Ну, это что-то очень общее и не создает у читающего такого рода сообщения, такого рода резюме полного понимания того, чем вы, собственно, занимались, да. Поэтому постарайтесь более подробно описать свой опыт и так далее. Ну, мы еще на это обратим с вами внимание. Ну, более подробно о структуре резюме. Ну, вот здесь такой пример привезен, да. Как вы видите, довольно быстро… довольно такое лаконичное резюме. Ну, вероятно, речь идет о человеке с, там, относительно не слишком большим опытом, но, тем не менее, как вы видите, ключевая информация дана, все очень легко выхватывается, и такого рода резюме, ну, вполне вероятно, обратит на себя внимание. Ну, вот как мы сегодня услышали, да, в разных странах, в разных компаниях есть свои предпочтения, кто-то любит картинки, кто-то не любит картинки. Это тоже относится к той сфере, которую вам следует разузнать о потенциальном работодателе, да. Как вы знаете, конечно же, работодателе потенциально нужно узнать побольше, прежде чем, собственно, подавать, да, свою заявку на ту или иную вакансию. Ну, более подробно у резюме, вот мы здесь увидели с вами первое, да, что идет в современных резюме, это Professional Profile, или иногда он называется Summary. Емкое описание себя как профессионала. Три-четыре назывных предложения, назывных, то есть вы не пишете там I am, вы начинаете, грубо говоря, с существительного, там, на 3-4 строки, 4-6 строк. Ну, вот пример такой, да, ну, можете здесь видеть английский вариант, русский вариант. Ну, соответственно, русский перевод. Довольно емко, в то же время это не включайте туда, естественно, всю информацию, которая у вас позже будет в разделе Experience. Ну, это вот то, что человек, который принимает решение о том, с кем он, в принципе, будет общаться, с кем не будет, прежде всего увидит в вашем резюме. Здесь есть свои нюансы. Опять же, если вы поищете, как бы сформулировать вот это вот замечательное предложение, которое дает первое представление о вас, вы наверняка увидите большое количество не очень таких удачных примеров, которые будут изобиловать вот такими вот словами очень избитыми и, на самом деле, не очень информативными для тех людей, с которыми вы будете общаться, да, experienced. Ну, какой человек не скажет о себе, что он неопытный. Даже если он неопытный, он постарается это как-то по-другому преподнести, да. Поэтому hardworking, ну, лентяем себя, конечно, тоже никто не назовет. Вот такие слова, как results-driven, они очень такие заезженные, passionate и так далее. Ну, подумайте, как бы, имеет ли смысл использовать такие слова для ambitious, поскольку они, ну, такие очень популярные. С другой стороны, можете попробовать использовать что-то более, скажем так, менее очевидное, менее частотное, да, там all-round, versatile, high potential, hands-on experience at all levels of testing и так далее. Какие-то, ну, поищите синонимы, более интересные, да, такие небанальные способы выражения. По сути дела, того же самого. То есть это не слова плохие, просто они, наоборот, хорошие, просто их все используют. А вы, конечно же, не хотите, чтобы ваше резюме выглядело идентично десятку других. Далее, в структуре резюме, да, у нас следует такой конь часто, как highlights, они могут называться key skills, highlights, skill highlights. Это, собственно, те технологии, которыми вы владеете. Не секрет, да, сегодня упоминалось, что различными там системами проводится автоматический поиск по ключевым словам в текстах резюме. Соответственно, чем больше у вас будет совпадений между текстом, там, вакансии и вашим резюме, тем с большей вероятностью вы получите отклик и на ваше резюме, в принципе, обратиться внимание. Поэтому их обязательно включите. Ну, опять же, да, те моменты, которые релевантны данной вакансии. Не надо писать обо всем свете, может быть, если не все актуально для данного работодателя. Experience. О чем мы здесь пишем? Ну, вот есть такой момент, да. Вот мы можем, с одной стороны, писать responsibilities. Это ваши обязанности, да, то есть чем вы должны были заниматься на предыдущих или, возможно, текущем месте работы. Ну, вот это не самая оптимальная формулировка. Лучше писать свои accomplishments. Что это такое? Это достижение, собственно. И просто чем вы занимались, а чего вы достигли. То есть в таком более успешном ключе описывать свой опыт. Ну, вот я здесь предложила в качестве примера 4 группы. Вот, смотрите, вот это вот. I was responsible for. I participated in. I worked on. Ну, очень такие общие выражения, очень часто встречающиеся в тех вакансиях, которые там русскоязычные люди составляют, особенно в первой своей попытке создания англоязычного резюме. Я здесь предложила 3-4 группы выражений, да, которые, ну, это глаголы, мы говорим преимущественно о прошлом опыте работы, которые вы можете использовать, чтобы как-то, ну, немножко разнообразить текст своего резюме и произвести такое более впечатление человека, во-первых, там, могущего похвастаться какими-то реальными достижениями, с одной стороны, а с другой стороны, что немаловажно, собственно, владением более разнообразным спектром лексики на английском языке. Вот, например, если вы являлись каким, лидером какого-либо проекта, да, как вы можете описать свои достижения, вот, там, на данном этапе своей работы, да, administered, headed, oversell, programmed, да, там, большинство пишут, допустим, просто administered. Ну, смотрите, варианты такие есть, и их может быть даже больше. Там, далее следует название проекта, там, название его и так далее. Далее, предположим, вы достигли увеличения каких-либо показателей эффективности, там, посещения сайта, конверсии, да, мы сегодня слушали и так далее. Maximized, boosted, amplified, accelerated. Все это выглядит лучше, чем, там, банальное improved, которое, опять же, наверняка, там, в каждом втором резюме будет фигурировать. Предположим, вы непосредственно реализовывали проект, да, не просто были лидером, а вот, собственно, такой более техническом аспекте в нем участвовали, да, designed, engineered, implemented, pioneered, особенно если это было, соответственно, да, что-то новое и, там, революционное в своей сфере. И, наконец, ну, такой улучшили, модифицировали что-то, да, improved, там, centralized, предположим, какие-то процессы, какие-то базы и прочее, redesigned, refocused, streamlined, да, как бы упорядочили и так далее. То есть, ну, в каждой группе это более или менее синонимы, которые можно использовать в разных контекстах, ну, в общем-то, тем не менее с некоторыми, да, элементами отличий, значений. Далее. Вы пишете о своем резюме, вы пишете в своем резюме о своем образовании. Здесь, ну, мы все знаем, что образование – это реалии, да, реалии мы не совсем, как бы, здесь все время проблемы. Мы переводим или мы даем эквивалент, потому что, там, если бакалавр, магистр, вот, да, современная система, она как-то имеет такие четкие коррелята в английском языке, да, bachelor, master, то вот со специалистом все не так очевидно, но вот путем, как бы, анализа различных мнений, вот, я пришла к выводу, что все-таки лучше сформулировать вот это именно таким образом. То есть бакалавр, магистр имеют четкие эквиваленты в, соответственно, англоязычных и прочих странах. Поэтому пишем так, как это ваш работодатель англоязычный или владеющий английским языком ожидает увидеть, да, bachelor of science. Если у вас техническое образование, математическое и так далее, то это будет science. Ну, и, соответственно, далее вы пишете свою специальность в ВУЗ и дату его окончания. Если вы имеете, наверное, как, я думаю, может быть, большинство здесь присутствующих степень специалиста, да, лучше писать specialist degree, да, вот здесь вот degree не надо писать, никто не пишет на английском языке specialist degree, потому что, ну, наверное, если человек имеет, если человек рекрутирует из России, может быть, он имеет определенное представление о том, что вот у нас есть такая реалия, как степень специалиста. Ну, соответственно, да, тоже название ВУЗа. Всякого рода отличия, особые, там, какие-то регалии, с которыми вы окончили, да, ну, лучше всего выразить with distinction, потому что, как вы знаете, в англоязычной системе есть, особенно в Америке, например, есть несколько степеней отличий, да, там сумма cum laude, cum laude в некоторых многих европейских странах тоже, там, латинские выражения. Лучше, я думаю, что это не использовать, потому что у нас таких градаций нет, у нас есть просто отличие, не отличие, то есть его присутствие и отсутствие. В общем, этого будет вполне достаточно. Кандидат наук, ну, я думаю, многие в курсе, что эквивалентом его является PhD, но в то же время у нас не совсем PhD, у нас эта степень не так называется, поэтому более общее выражение doctorate совершенно замечательно отразит, собственно, наличие у вас данного уровня образования. Далее, портфолио. Ну, очень сильно многие люди, которые проходили, собственно, процесс найма, рекомендуют, если вы разработчик, если вы, собственно, создаете, да, буквально тот или иной продукт, который вы имеете возможность своему работодателю показать, если он у вас есть, да, то, собственно, почему бы не предложить там в том же резюме, там, ссылку на доступные материалы в сети, которые, там, не знаю, ваши сайты, там, ваши материалы, которые вы выложили, ваши коды, почему бы нет. Если такое... Если у вас это есть, если это актуально, это, естественно, придаст вес вашей заявке. Естественно, дополнительное образование, квалификация, элевантные данные позиции. Ну, вот, интересы, хобби, только если они играют роль для данной... для данной вакансии, да, если вы там в качестве благотворительного какого-то шага, там, администрируете какой-то сайт или еще что-нибудь в этом роде, может быть, это будет для вас актуально. Там писать при... там, я люблю плавать, ну, может быть, это не очень важно. Сопроводительное письмо, да. Ну, вот, как мы сегодня услышали, выступавшие сказали, что, в общем-то, в своем опыте его кто-то и не использовал, да, но, тем не менее, в общем, в основном рекомендуется его использовать, да, это то, чем ваш... если ваше резюме, оно такое немножко безличное, это довольно такой формальный официальный документ, то сопроводительное письмо, оно имеет вот такой personal touch, это вы буквально коммуницируете со своим потенциальным работодателем, поэтому, собственно, можете его приложить, да, ну, в общем и целом. Постарайтесь, конечно же, узнать реальное имя контактного лица, которое... на имя которого вы будете это письмо писать, да, там... это будет оптимой... А если неизвестно, то как обратиться? Ну, традиционно... Dear Madam... Sir Madam... Dear Recruit... Я не думаю, что это ваш выбор, да, в общем, такой традиционный вариант. Sir... Я думаю, что это ваш выбор. Вы можете предполагать, что там один человек присутствует или один, или их несколько. Я думаю, что, возможно, оба варианта, это не сильно принципиально. Ну, соответственно, что вы указываете здесь, да, желаемые позиции, да, многие, да, там, пишут, каким образом они узнали об этой вакансии и так далее. Хотя, может быть, это не всегда актуально, потому что зачастую вы просто рассылаете резюме, как бы рассчитывая на то, что поиск в данный момент соискателей ведется. Описание себя, да, вот здесь немножко похоже на профайл, но более подробно можно описать свои достижения и так далее. Ну, и, наконец, заключение, собственно. Выражаете надежду на продолжение общения. Благодарите за внимание. Ну, можете упомянуть там, что готовы, опять же, если мы говорим о, там, общении с иностранными компаниями, там, готовы на дистанционное интервью, да, там, очное интервью и так далее. Как мы, ну, вот, описываемся, да, не надо писать вот эти старомодные, там, sincerely yours, это очень формально звучит. Best regards, kind regards, все отлично, так... Вы знаете, я думаю, что это зависит от компании. Если вы хорошо знаете компанию, если это какая-нибудь компания, там, ну, так, креативного направления, да, ну, мы все знаем, там, периодически мелькает какая-то информация о том, как каким-то необычным образом, там, какой-нибудь соискатель оформил свое резюме, его приняли, да, как бы если вы, ну, берете на себя определенный такой риск, да, чуть-чуть снизить дистанцию и более неформально пообщаться вот даже так заочно с рекрутерами, ну, может быть, это актуально. Ну, опять же, компании разные, может быть, где-то стоит так чуть больше дистанцию держать. Я думаю, что это вопрос такого чувствования конкретного контекста, стиля общения внутри. Окей, собеседование, да, предположим, все прошло хорошо, вас пригласили, будь то дистанционно, ну, особенно очно, да, ну, я, наверное, не скажу ничего нового, если вы помните, что мы так, ну, не самые на первых порах, да, дружелюбные, производящие дружелюбные впечатления люди, вот. Очень типичный вариант диалога с русскоязычным человеком, это у него спрашивают, там, how are you? Он говорит, I'm fine, точка. Обязательно от зеркальца спросите, and you? Произведете, да, намного лучшее впечатление, там, всякого рода вот эти ответы на предложения, да, там, кофе, чай и так далее. Yes, please, no, thanks. Вот, допустим, предлагаю, ну, у вас, в случае кофе, то есть, допустим, ну, допустим, вот... Ну, не хочется! Да-да, нет-нет, статка такая, что, ну, кофе, не очень, но хочется, там, например, воды хотя бы просто чуть-чуть тормочить, вот как, как, вот, вот сказать, чтобы, вот, и... чтобы не оттолкнуть соиска себя. Вы знаете, если вы, на самом деле, я поделюсь таким наблюдением и признанным фактом, когда вы общаетесь на английском языке, самый отпугивающий момент – это отсутствие улыбки, да, вот это вот Russian Bilker Haze, и второй момент – это интонация. Если вы будете улыбаться, ну, я не фанатично, да, а так просто адекватно, и если вы, там, будете использовать, ну, такие более мягкие интонации, если вы реально ничего плохого не имеете в виду, никто не поймет вас, как замышляющего, что-то плохое, да, поэтому, как бы, иногда это просто надо расслабиться, да. Ну, в буквальном смысле, ну, что можно сказать? Can I have some water? Да, все просто. Вообще, can I have – это очень удобное слово, после него можно добавить практически все, что угодно, и выйти из 90% ситуаций таких вот survival. или вот просто в институте, когда английский изучали, там, преподаватель нас настаивал на куб. Ну, это, вроде как, чуть более вежливо, но это не сильно, в принципе, большой погоды не сделали. Окей. Ну, частенько, да, какой-то светский разговор маленький следует, там, оу, там, great weather, the traffic is horrible today, да, там, еле добрался из пробок и так далее. Это, опять же, помогает действительно рассыпить лед, и, на самом деле, немаловажно, это помогает вам, да, вы себя почувствуете чуть-чуть более расслабленно, да, потому что одно дело, вы готовитесь к расстрелу, что сейчас вам кучу вопросов задают, а тут вы еще и можете на себя чуть-чуть взять кусочек, как бы, инициативы, да, начать с комплимента вообще здорово, там, excellent office, great office location. Или на small talk лучше начинать с самого уровня? Можно, да, можно, хотя, конечно, если вас встречают в хорошей компании, они что-то сами спросят, да, там, если вас кто-то на, ну, там, персональный помощник, например, вашего потенциального, там, босса, соискателя, или, там, младший рекрутер ведет по длинным коридорам, ни разу не спросив у вас, там, как вы добрались, но это не типичная ситуация. Обычно в хорошей компании все-таки какой-то диалог присутствует. Ну, собственно, на самом собеседовании, да, уже встретившись с целевым, так сказать, собеседником, ну, конечно же, можно, собственно, и инициировать такого рода разговоры, это замечательно. Окей. Все. Собственно, предложение, да, предположим, вам сделали предложение, вы обсуждаете предложение, да, какие вопросы вы можете захотеть задать. Обязанности, да, собственно, что от вас ожидается? What are the responsibilities? А льготы, поощрения и прочие вопросы, да. Benefits, perks. Бонусы. Benefits, perks – это что-то вроде, там, ланчей, всякого рода вот того, что некоторые упоминали, да, соцпакет, грубо говоря. Может быть, привязанный к локации, вот как, да, сегодня обсуждали или безгносительно к последней. А бонусы – это, собственно, деньги, да. Там, какая система примирования, что в нее входит. Ну, может быть, ответит сразу. What's the likelihood of relocation, да. То, о чем мы сегодня говорили, насколько это вероятно. Часы работы. Если речь идет, если вы уже в стране, если вы планируете начать работу, например, здесь, да. Can I have a look at my workplace? Почему бы нет? Нет, наверное, если пока только пришел, не надо сразу. Наверное, это все-таки речь идет уже о ситуации, когда более или менее так решается вопрос о том, что да. Но, собственно, я вот этот вопрос включила совсем недавно в эту презентацию, когда читала там историю про то, как кого-то наняли, там, обещая работу в одном офисе, а потом оказывается, что он там где-то в производственных каких-то цехах в коморке какой-то работает. Ну, кто знает. Вряд ли это актуально для компаний, о которых мы говорили, но тем не менее. Ну и, собственно, да, о клиентам. What's your offer? Right? How much is your offer? Здесь мы уже, да, будем говорить о финансовом предложении, да, там, если можно спросить об этом в сочетании с соцпакетом и так далее. Окей, особые вопросы, да, это, ну, так называются, что называется, tricky questions, которые, соответственно, у вас, вам могут задать, да. Вариантов очень много, все участвовавшие в собеседованиях называют разные вещи. Ну, вот, например, what's been your greatest challenge so far, да, что было самым сложным для вас в вашей карьере до сих пор, да. Ну, как тут, плохое уравновешиваем с хорошим, да, там, что-то было вот очень сложным, но это был отличный опыт для обучения, да, там, я что-то из этого вынес. What are your weaknesses? Сложные, слабые стороны, да. Не говорите, что вы чего-то не знаете. Скажите, I have limited experience, I am willing to improve, да, сегодня мы упоминали, как важно продемонстрировать, что вы готовы учиться, что вы готовы постичь какие-то новые горизонты, которые, возможно, для вас еще пока не, вами пока не охвачены. What are your strengths? Ну, здесь все прекрасно. Кстати говоря, ну, если перед человеком лежит ваше резюме, с большой вероятностью не надо здесь перечислять те языки, которыми вы владеете, там, технологии и так далее. Здесь можно добавить что-то, что в плюс идет, там, I have excellent communication skills, I am a team player и прочее. Как бы то, что вы дополнительно к этому можете привнести в свой процесс. Ну, и любимый вопрос, почему вы выбрали нашу компанию? I am limited to choose this company. Собственно, всегда можно польстить, это хорошая возможность, да, польстить и, как правило, прелесть вот такого рода ответов здесь, что вы вряд ли лжете, да, потому что если вы пришли сюда, а не в какую другую компанию, значит, вам там что-то больше нравится. Значит, я что-то позвали. Значит, я что-то позвали. Значит, я что-то позвали. Мы с этим позвали. А, позвали, да. Позвали, да. Ну... Вполне возможно, я просто сделаю уверенную рисунку, если мы откуда-то позвали. Ну, это вариант B ответа. Вариант A, да, все-таки скажем что-нибудь хорошее, вроде it provides the most promising opportunities in the field, you're the leader, да, лидер там в своей области и так далее. Вы более престижная компания, да, там, в которой я хотел бы работать, хотел бы изучить новые возможности и так далее. Еще такой tricky question. Why did you leave your previous employer? Если вы сейчас в данный момент не заняты, либо же речь о там предыдущих-предыдущих местах работы, да. Что здесь можно сказать? Ну, естественно, да, мы тоже говорим что-то такое позитивное. It's safe to say I outgrew the potential of that position, да. Не ошибусь, если скажу, что перерос ее потенциал. I've heard positive forecasts about this company's future, да. Слышал положительные оценки о перспективах вашей компании, хотел бы, собственно, работать вот в такой более перспективной, более активно развивающейся, динамичной компании. Трудности перевода, да, у всех у нас такие моменты бывают, если вы не совсем хорошо владеете языком или на самом деле ведь вашим собеседником может быть человек, не идеально владеющий языком, да. Это может быть не носитель, всякие могут быть ситуации. Да, совершенно верно. Во-первых, если вы чего-то не поняли, обязательно уточните, да, потому что неправильно понять вопрос и начинать отвечать не в тему, ну, либо вы произведете впечатление не очень уверенного человека, либо же вас действительно могут неправильно понять, так как вы действительно отвечаете на этот вопрос и, допустим, вы не упомянете чего-то, что могло бы повысить ваши шансы и так далее. Поэтому нет ничего совершенно плохого в том, чтобы ответить на вопрос, который вы не поняли, вопросом с просьбой уточнения, да. Sorry, could you say that again, please? Would you mind repeating that? Опять же, выиграть время тоже неплохо. Может быть, вы просто какой-то там полминутки себе выиграете, чтобы получше сформулировать ответ. Может быть, ну, такого похожего, да, плана уточнение. Let me check this. Are you asking about… Бла-бла-бла. Do you mean… Да, то есть с какой-то переформулировкой того, о чем вас, вероятно, спрашивает собеседник. Может быть, вы все поняли, но, действительно, вопрос сложный. That's a great question. Let me think. Для интурности перевода просто реально подумать. Да, да, совершенно верно. Ну, здесь такой смайлик. Да, на самом деле, ничего плохого в этом нет. Рекрутеры, естественно, часто, ну, вот 4 часа, да, человек задает вопросы. Я не думаю, что это были очень легкие вопросы, в том числе, может быть, было и что-то такое не очень легкое для ответа. Как бы рекрутеры могут задавать вопросы не только ожидая, что успешный кандидат на них легко ответит без всяких проблем, но в том числе отдавая себе отчет в том, что вполне адекватный подходящий кандидат может потеряться, отвечая на них. И здесь не то, что потеряться, а, скажем так, вопросы задаются, как изначально с пониманием того, что они сложные, они там нелегкие. И здесь, возможно, не так важно, что вы содержательно ответите, сколько как вы среагируете на эту ситуацию, да. Пойдете ли вы в панику или как-то иначе себя не очень положительно проявите. Поэтому, в принципе, уметь выиграть время, там, попросить переформулировать – это навык, который собеседник вполне может оценить и положительно. Окей, пожалуйста, такой вопрос, как вариант, да, продолжения. I'm not sure where to start. Could you be a bit more specific? Да, может быть, вам задается вопрос какой-то очень общий. Может быть, просто вы действительно хотите уточнить какую-то деталь, о чем именно спрашивается. Кстати говоря, вот я чуть-чуть забыла здесь упомянуть такой важный момент. Смотрите, вот плюс вот этих вопросов – weakness, strength, greatest challenge – заключается в том, что они достаточно широки, и вы, когда на них отвечаете, вы можете, грубо говоря, выбрать, как вы их поняли, да. Вот первая реакция greatest challenge – это ответить о чем? Собственно, о профессиональном вызове, да, вот о том, что было трудно профессионально сугубо там в процессе вашей, там, выполнения ваших обязанностей. Но, с другой стороны, если вы не хотите по тем или иным причинам вот таким образом отвечать, вы можете немножко в другом аспекте ответить. Там, самым трудным для меня было, вот, там, при выполнении какого-то проекта, вот, кстати, это был очень успешный проект, да, я там maximized conversion и все-все такое. Допустим, поддерживать там life-work balance в процессе этого, да. То есть вы уже совсем с другой позиции отвечаете. То же самое weaknesses, да. Ну, классика жанра – скажите, что вы перфекционист, например. То есть, да, то есть вы, ну, я условно говорю, да, то есть не отвечайте сразу слабостью «Боже, мне надо признаваться, что у меня там в резюме не так», да. Поймите так это слово и интерпретируйте его в своем ответе так, как вам это удобно. Окей. Ну и, собственно, совсем прям уже такой, да, ну, действительно, ну, бывают трудные вопросы. I'm not sure I can answer this one right now. Let me get back to it. Там, там, давайте чуть позже к нему вернемся, там, я готов буду чуть позже на него ответить. Окей. Ну, собственно, вот так, наверное, это все. Может быть, какие-то вопросы? Ну, у меня по резюме от пары вопросов. Во-первых, вот момент с тем, что резюме должно быть целевым. Ну, понятно, что, допустим, если я работаю в Магонте, то иду там на фонд там Тимлида, никого мы работаем в Магонте не интересуем, но если, допустим, была серьезная смена карьеры, то если там об этом не сказать... То получается такой гер. Да, получается такой разрыв, там, допустим, там лет десять, там, что работодатели вполне может возникнуть вопрос, а чем вообще там занимался вот эта премия? Я думаю, что, конечно, если, ну, биография, да, профессиональная была такого плана, что большой промежуток ее приходился на опыт, который для данной позиции по большому счету не существенен, все-таки упомянуть его все равно надо. Другое дело, насколько вы подробно будете расписывать свои достижения в этой области, да, но, наверное, все-таки упомяну, действительно, чем мы занимаемся в это время надо, потому что, ну, это будет странно выглядеть, если там в тридцать лет начинается... Да. Ну, собственно, на него тоже, да, можно ответить в вполне таком положительном причине. Вот. И вот по поводу портфолио. Ну, я реально стал, ну, на собеседовании даже, ну, в иностранных компаниях пока не пробовал, но в наших сталкивался с тем, что просили показать свои работы, свой код, мне пришлось завести аккаунт на GitHub по этому поводу. И вот такие, ну, ну, два таких момента. Во-первых, где лучше выкладывать портфолио для иностранных компаний? Подойдет ли тот же GitHub или там они смотрят какие-то другие ресурсы? И второй, вот в настоящий момент у нас компания все идет, то есть вся разработка идет в закрытой сети, и то, что я разрабатываю сейчас, я не смогу показать профессиональному рассказателю. А личные проекты у меня сейчас нет времени заниматься. Есть тот код, который у меня сейчас на GitHub, он, мягко говоря, не отражает мой текущий опыт, и я сам смотрю на его, в смысле текущий опыт, я бы все это переписал. Просто нет времени. Ну, я думаю, что, конечно, как бы, да, там коммерческие тайны текущего работодателя предавать не надо, да, это не очень хорошая рекомендация для нового. Поэтому, безусловно, как бы, ну, если у вас есть определенные контрактные обязательства, которые не позволяют вам какую-то информацию раскрывать, вы это озвучиваете. Я думаю, что вполне вероятно для вашего, собственно, собеседующего вас это будет вполне понятным моментом. И насчет вашего первого, ну, и, собственно, предлагайте то, что у вас есть, да, там, ну, конечно, если вы сами осознаете, что лучше там что-то апдейтить, ну, может быть, действительно апдейтить, да. Если нет такой возможности, ну, как бы, ну, да, так получается. Насчет вашего первого вопроса я, честно говоря, не, боюсь, что не могу на него ответить, но я думаю, что если это вы даете ссылку на тот ресурс, который ваш, да, визави может легко увидеть, открыть, посмотреть, если это, там, платформа, сайт или что бы ни было справляется со своей задачей демонстрации, да, вашего продукта, то я не вижу проблемы, почему не может быть использовано, там, тот или иной ресурс, который вы выполнили. Визави может быть привезли. Угу. Нет, вы же не видите, это самоверность, не займусь своим вопросом, не фанатично улыбается, но я все-таки, наверное, подвижу черту по вашим сниманию. Ага. И, ну, попутно отмечу, что от кофе не стоит от каждого. Вот, но, и потом еще вот, когда вы рассказываете о жене, я все подумал, что, даже любому человеку, специалисту, даже если не хочется писать в другую компанию, полезно для себя, умение открыть и писать свои десказы. Но вопрос вот какой. Я ещё вспомнил про одного своего коллегу, который сколько лет назад уехал в Канаду. Ну что сказать, он английский, у него был нормальный, он московский спецслужб закончил, но он мне рассказывал, как он, я не знаю, какие там резины пришел, просто он поступил в компанию, вот у него была задача там два часа, когда он системным администратором устроился, у него была задача в течение двух часов принять дела у системного администратора, который уезжал в США, поскольку он там оттуда был, принять все дела и потом уже работать. То есть вот это такое смелое поступок, правильно? То есть вот уже нам нельзя ответить на защиту, когда-то. А вопрос мой, в чём состоит? То есть целью резюме поступить конкретному компанию. А дальше уже, я так понимаю, вот этот контракт. Контракт. Где он лично в основном работает. Если человек везде или в России, или в зарубежье, наверное, если его понравишься, то его увольняют, правильно? Ну, в Росстантехов там увольняют. И вот мне интересно, вот, допустим, человек, который уже приехал туда, да, вот, поработал. Ну, ладно, будем считать, что он контракт с ним продевает, но, опять же, гражданство. То есть он что, имеет цель улучшить гражданство, или всё-таки, вот, просто поработать и вернуть. Как тут сейчас обстоят дела? Ага. И вот, правильно, вот это поступление в компании не даёт автоматически, ну, как бы, на получение гражданства, да? Да, 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 да. И вот, когда выдаёшься с людьми, как, высокостыли, и всё-таки, там, неожиданно получается. Ну, решили как-то на таком условии, вот, как это вот сейчас обстоит. Получают цель какая? Получить гражданство, или поработать просто. Вы имеете в виду, как бы, фактически, какова мотивация большинства людей? Ну, как сейчас? Ну, мне кажется, что, если говорить о том, что мотивирует многих людей, скажем так, вариант перманентного переезда, да, довольно много, большое количество людей привлекает. Может быть, у кого-то это вопрос опыта. Опять же, приобрести некий опыт, а потом вернуться. Наверное, это зависит от страны. Допустим, там, в Соединённые Штаты или в ту же, там, в Западную Европу, с большей вероятностью люди хотели бы уехать, как бы, да, с концами. Но, допустим, если там, ну, скажем так, менее сложным, условно, менее сложным воспринимается получение работы там, ну, условно говоря, в каких-то там компаниях или, ну, может быть, даже странах, ну, скажем так, менее популярных, да, ну, там, не знаю, больше, да, может быть, в основном, большинство людей рассматривает это скорее как ступенька для того, чтобы там далее каким-то образом развиваться. Ну, я думаю, что это вопрос конкретной мотивации. Ну, гражданство напрямую с работой не связано, да, скорее, да, она является необходимым условием, но от них недостаточно. Ну, я думаю, что если контракт срочный, его, наверное, прервать можно по каким-то таким конкретным причинам, да, там, какие-то сильные нарушения, какие-то сильные такие проблемы, ну, неисправление со своими обязанностями. В типичном случае, наверное, его просто не продлевают, если человек не удовлетворяет. Смотрите, я как-то наколола вопрос. Наши работодатели все очень любят в советские времена выдавать грамоты, знаки отличий и прочее, прочее, прочее. Ну, часто это называется грамотой, да. Европейские работодатели любят такие документы, но вот как правильно перевести? Потому что это упорно звучит как приглашение в рыцарь. Серьёзно. Вы знаете, хороший вопрос на самом деле, честно говоря. I can't answer this one right now. Вы знаете, честно говоря, вот сейчас вот прям затруднюсь ответить. Это буквально в русском называется грамота. Да. Да. Мы долго думали, вот, и готовы, столько далеко от города. Ну… Акнолодж, например, скажи. Ну, акнолодж — это глагол, акнолоджмент тогда… А это не достижение? Признание. Акнолодж — это глагол, признавать. Поэтому либо acknowledgement, либо что-то в этом роде. Letter of recognition, признавание, узнавание тоже, да, признание, можно быть… Благодарность и все эти главные, там как благодарность. Ну вот надо поиграть в какие-то варианты, да, посмотреть. Так вот, вот это как раз тот случай. Ну вот прям-то так конкретно нет, я бы, да, посмотрела бы, да, что уже как бы прошедшие этот путь использовали. Ну потому что, ну это случай реалий, да, это вот тот случай, когда эквивалентов таких прямых нету, и надо подбирать как бы какую-то комбинацию, которая более-менее полно выразит вот этот смысл. Вот так, если у нас тоже. Еще какие-нибудь, а можно я комментирую? Вы сейчас говорили вопрос по поводу договора, и на какое основание ответить задание не было. То есть по своему опыту я училась во Франции, и мне тоже после того, как раз вернулся в Россию, я в конце концов в Франции, я почему-то не рассуждала, но в конце концов вернулась. И такая ситуация, и понимание этой ситуации, когда он будет кандидатом, он может в первую очередь понимать, что такое рынок куда, кто или иная страна. Что сегодня, допустим, во Франции, это все контракты заключаются на время. Какой бы ты там ни был специалист, ты даже, может быть, топ-флор-менеджер, ведущий компаний заключает на время. То есть сегодня есть проекты, сегодня я тебе гарантирую оплату, я тебе гарантирую бонус, на сегодня ты работаешь со мной, а завтра ты посмотри. А среди выпускников, то есть до 30 лет, выпускники они за всех, всех-всех-всех, кто немного работал. Там вообще совершенно другая ситуация. Они заканчивают, обучаются в университете бесконечно, потому что по окончанию университета они устраиваются на стадировку, это стажировка оплачиваемая, но приходит момент, когда тебе говорят «до свидания». Работодатель себе сегодня не готов взять. У тебя есть полгода подготовиться, тут быть, в университете в другой, ты так учишься, тогда он тебе не надоедет. Тем более во Франции, я учусь бесплатно. То есть даже моих ровесников, там были намного старше, и люди ни разу не намного ближе. Ну, они не говорили, конечно, с гордостью, но ситуация совершенно экономически другая, социально другая. То есть не задаются вопросы, насколько начать работать, когда даже я, будущая иностранца, не имея никакого отношения к первой цели, у меня будет даваться. Мне кажется, это очень ужасно. А поступали до очереди? Я очень училась. Нет, я поступали, уже поступали в курсе. Я в конкурсе участвовала, управляла в подскоре, потом, в подскоре мы пытались дальше. Это вычаянки, да? У меня образование, управление бизнесом, а первое у меня привычка. И вот тоже сказать про программу магистратуры, мне кажется, сегодня она в России не продумана. Это отделили специалистов, но ничего не могу не обучить, потому что в России я выучилась и заканчивала программу в Франции. Училась здесь я в Москве, в Миссисе. Неплохая программа, но то, что я учила в Миссисе, ничего почистить, ну, конечно, ничего не могу сказать, что совсем ничего не обучить, но мало того, что мне пригодилось на работе, а то, что я учила в Франции, у меня прям как в локальке все эти финансы идут, все эти деления, эти методы, но в Франции включая на работе? Нет, нет. Да, да, да. Поэтому вот Эрвейн уехать за границу, я не помню, что все равно. Есть такие же, вот тоже у нас Мочи тоже, скажем, ликвидатором, ведущего разработчика, тоже плохая зарплата, но так было сложно найти, то есть здесь есть работа, просто сам факт, как ее найти и как на нее выйти. И все знают о вакансии, и стандартный предхантер не всегда. Потому что если ты открываешь там 10 кликов за день, ты действительно просматриваешь на какие-то ключевые, что бросается в указан. Потом ты уже что-то игнорируешь, что-то подумаешь. И все-таки конвейер дальше. Все-таки Аня подвела, что я все. Так, ну, все, да? Да, 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 как сказала Ульга, это все будет в доступе. Большое спасибо всем за участие. Всего хорошего.